всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале хочу поблагодарить вас сразу за донаты кто присылает я нашла для себя 6 целых колод которые я хочу купить некоторые из них оракульные такие достаточно необычные на мой взгляд одна из таких колод это сюрреалистик по-моему таро как то так она называется сюрреалистическая таро вот есть оракульные психея например тоже до состояния нашей души хоть хочется мне что-то такого не совсем традиционного вот поэтому ваши доната они будут как раз таки к месту я куплю себе эти колоды есть две колоды и непосредственно каббалистического назначения да это 72 имени бога и по моему колода называется оракульная колода царя соломона если я не ошибаюсь название она оракульная но знаете одно дело когда таролог выбирает для себя колоду а на ней есть еще дополнительно символика да и если ты не владеешь например там символами до кабалы там буквами иврита и так далее то ты просто обращаешь внимание на саму картинку то ли подна основываясь на систему таро а другое дело когда ты это изучаешь и это дополнительная информация для тебя и ты понимаешь о чем здесь идет речь да ты понимаешь как эти пути изображены на древо жизни почему они изображены что они означают весь этот символизм но у меня это радует еще больше да то есть мне это помогает просто-напросто в трактовках именно поэтому я изучаю это направление так не знаю почему захотелось вам это сказать хотя каждый раз себе говорю что все больше не буду покупать но наверное этот как это точно так же как с татуировками каждый разговор все больше не буду и делать да все на этом остановлюсь и каждый раз что-то новое какая-то новая идея появляется по какому принципу у меня спрашивали просто я выбираю колоды во первых то что поможет мне моему замыленному глазу до в изображениях чтобы было что-то новенькое что-то свеженькое что помогло мне включать мое бессознательное да как-то дополнительные какая-то символика знаки на что я могу считывать с одной стороны другой стороны я уже говорила по энергетике да то есть я смотрю на колоду я приблизительно понимаю моя эта энергетика или нет и например не люблю колоды связанная я там с кошечками кстати одна из колы которые я хочу тоже отметила себе купить по моему она называется песня души если я не ошибаюсь и там изображены тотемные животные если честно я не очень люблю все что связано с животными в колодах но хотя обожаю воронов даже колоду ворона не хочу покупать но вот это вот как-то за дело своей тонкостью своей как это нежностью там изображены тотемные животные вот захотелось что-то такого чего я раньше не делала поэтому скором будущем надеюсь я их приобрету обязательно сделаю обзор я уже думаю о том что пора начать делать обзор своих колод не то что они какие-то необычные да в контексте других торологов которые есть на канале то есть обзор подробно я имею ввиду посмотреть картинки до изображения можно я бы хотела сделать знаете больше обзор того что каких-то символов на что нужно обращать внимание ну на что-то по земле я обращаю внимание почему этот символ до во первых во вторых например я на индивидуальном обучении она первым занятие водным если я не ошибаюсь если не на первом то на втором сто процентов мы разбираем цвета цветовая гамма 2 она тоже не случайно ну по крайней мере обучение идет по у колоде райдера у это почему именно что означает каждый цвет да то есть я обращаю внимание на все все имеет место быть потому что все взаимосвязано в нашем мире вот и это как раз таки свойства сферы нецах древе жизни она говорит о том что об умении соединять потому что все взаимосвязано ничего не бывает просто тогда второй вопрос что мы это не умеем этим пользоваться либо не умеем это увидеть вот но все взаимосвязано поэтому с одной стороны по цель я выбираю колоду то есть для чего я ее буду использовать так например как таро безумной луны я начала уже изучать книгу поскольку там 300 с лишним страниц а второй меня тоже об этом спрашивали да как вы работаете с колодой я их не освещаю я их не чищу я считаю что это инструмент и возносить это в культ не имеет смысла это моё субъективное мнение при условии того что я изучаю магида но я стараюсь изучить колоду по во первых автора да по возможности кто чем он жил да какие у него мысли почему он вкладывает тот или иной смысл в колоду почему потому что у каждого свое видение я не уверена что абсолютно все художники так или иначе сталкиваются с пониманием древа жизни этим каббалистическим знанием почему она важно потому что на нем выстроена вся западная магия непосредственно непосредственно да по модели древа жизни и если мы говорим о таро а таро имеет прямое отношение до к данной теории я почему потому что абсолютно все члены ордена золотой зари изучали каббалу так или иначе потому что это было необходимо вот как дополнительные знания поэтому изучение системы таро она безусловно отдельно идет от древа жизни но она взаимодополняющая его я бы сказала что знаете вот эту систему больше таро опирается на древо жизни поэтому понимание одно дело когда мы знаем ключевые слова а другое дело когда мы понимаем откуда они берутся и мы не забываем что все новые художники которые опираются на систему райдера райдер не был автором из скорее всего он не изобрел таро да все его знания и отрисовки и именно глифы изображения до ключевые на арканах они имеют какой-то определенный смысл и его вот эти знания они как раз и опирались на каббалу на каббалистические знаниям к блистическое знание древа жизни на иврит непосредственно да поэтому это тоже имеет влияние поэтому когда я покупаю новые колоды до мне обязательно ну просто необходимо понять да чем занимается чем дышит автор условно говоря да чтобы понимать какое свое сумасшествие он привносит в колоду да почему он нарисовал именно так а не иначе да что он подразумевал и если есть какие-то дополнительные книги по колоде кроме mbk я обязательно их читаю хотя как бы как-то не очень отношусь но все же стараюсь более подробно более глубже изучить колода почему потому что система то в принципе она одинаковая вот ну за исключением если это французская школа но я не покупаю колоды французской школы вот ну то есть это абсолютно для меня немножко иное направление поэтому все что связано с английской школы безусловно я могу читать карты и без дополнительной информации но это просто не обогащает и приносит какой-то дополнительный смысл это вот отвечая на комментарии которые меня спрашивали в прямом эфире в последнем прямом эфире до который я проводил общение с подписчиками вам это время дано было моего выступления для того чтобы определились с позициями все как обычно там коды в описании работать будем на эпическом таро и таро приведение окон силы был ok позиция номер один тема у нас с вами сегодня в чем моя женская сила и поэтому я выбрала две эти колоды мне кажется не больше подходит такая вот женская энергетика я попробую посмотреть в чем ваша женская сила тут еще прям по одной карте почему по одной не знаю потом разберемся как говорится по ходу действия в чем ваша женская сила тройка жезлов сюжет который изображен на этой карте тройка жезлов да там не знаю насколько вам близко видно или нет мужчина и женщина спят а почему потому что прочитали книгу знаете когда особенно перед сном люди читают книги для того чтобы уснуть мне в принципе мечтаю в перед сном потому что не хочу спать я хочу почитать но все же смысл этого сюжета заключается в том что мы пускаемся то есть мы прочитали книгу до какую-то очень интересную часть и не потому что нас книга утомила а потому что мы продолжаем дальше свое путешествие как как в написании книги до самого сюжета то есть мы дошли до какого-то момента а дальше что нас ожидает по тройке жезлов да дальше мы это увидим как раз таки во сне да потому что в нашем бессознательном прописаны эти сценарии поэтому мы засыпаем для того чтобы узнать а что будет дальше да и как мы на это можем повлиять поэтому ваша женская сила хочется сказать что она связана именно во первых с расширением чего-то преувеличением ну то есть это может быть как финансов да это может быть увеличение вашей энергии это может быть расширением каких-то ваших идеи то есть кто-то вам подбросит какую-то идею а вы ее умеете знаете как-то вот обыграть довести до ума но здесь не в логике а вот как сказать картинку сделать более целостной да то есть сказать человека вот есть вот это здесь вот этого будет классно она будет продаваться к примеру то есть при умножении чего-либо знаете когда вещи уже обретают некую такую более целостную форму с другой стороны ваша женская энергия связана как-то вот с позитивом именно ощущение того как некий донор да который может как-то вот своей энергией заряжать да как-то воодушевляет людей с коммуникации это связано напрямую очень общительный человек да вы можете если хотите вы можете договариваться умеете договаривается на вы можете входить в какое-то партнерство опять-таки ключевой если этого захотите потому что можете не хотеть этого здесь ощущение того что если мы говорим например в отношениях у меня за такая энергетика что вы как будто бы своего мужчину наполняется энергией как будто бы про между прочим просите ему какую-то идею то есть но есть некая проблема над которой он думает вы не тот человек который будете решать за него не потому что вы не сможете а потому что вы хотите как будто бы дать своему партнеру ощущать вот это вот ощущение что это он сам сделал почему потому что вы сами помните как это классно когда мы до чего-то доходим и тут вот такое ощущение что вы как будто бы бросаете нужную идею в нужное время своему партнеру и он вот как будто бы рождается у него какая-то там гениальность из этого и он прям воодушевлен вас еще он кто молодец я молодец до забывая кто явился источником то есть вот ваше ощущение рядом сильным таким мужчинам а она вам нравится поэтому и вы не решаете помогаете ему воодушевить его наполнить этой энергией и выпала тройка мечей две тройки выпало здесь такое если не на опираться на смысл карты а на то что изображено здесь значит привидение и мужчина ну дождь идет и мужчина держит зонтик над этим приведением не это напоминает о том что а сам он стоит под каким-то ну козырьком да то есть тоже не не мокнет вот дождь здесь буду считывать как вот оракульная карта не как таро идет отсылка вот какой-то знаете скорби до каким-то переживанием но у меня ощущение от этой карты очень-очень позитивное что мы кому-то болели леем и холим то чего уже нету да вот здесь вот женщина наш как привидение мы это бережем то есть все что уже закончилось мы это как-то вот бережно трепетно к этому относимся ощущение того что улыбаясь как то не помню как шутка была о том что зачем тебе как это как в анекдоте у тебя что хорошая память нет я женатой в контексте того что если ты что-то скажешь женщина один раз то это вот на всю жизнь она это запомнит вот здесь вот как будто бы вот из этой категории да что ваша женская сила именно ну вот как будто бы вашей памяти да что вы умеете и переживайте вот здесь мне ощущение какой-то вот верности что ли преданности умение быть женщиной хочется сказать знаете вот когда нужно вот в одной карте и другой энергетика абсолютно разная но смысл в ней хочется сказать одинаково вы как будто бы умеете вовремя уйти на второй план вовремя умеете сделать шаг назад когда нужно дать возможность мужчине проявить себя здесь такое ощущение что кто-то например вот если мужчина например нету денег а вы хотите выйти в свет и и была договоренность например что вы будете оплачивать да там за ужин вот вы как будто бы отдаете ему деньги чтобы он сделал этот же спускает эти деньги ваши но он заплатит здесь вот как будто бы знаете ощущение того какой-то вот благородности что ли правильного воспитания о чем здесь еще в чем ваша женская сила уже вот ваша женская сила в женственности в прекрасной памяти в покладистости когда но это покладистость не потому что вас заставляют а потому что вы это хотите потому что вы хотите быть мягкой рядом сильный мужчин сильным мужчиной ваша нежность умение сопереживать как-то вот сочувствовать ощущение знаете вот когда мужчина приходит и он не в себе вот вы та женщина которая может отойти в сторонку и подождать пока у него пройдет плохое настроение не потому что важно показать кто в доме хозяин там сильнее или нет просто ваша сила в мудрости у вас есть эта мудрость вовремя промолчать вовремя ну то есть вы и так знаете себе цену и вы так знаете кто вы есть и самоутверждаться за счет партнера у вас нету необходимости и поэтому хотя бы и выбирайте для себя более слабых партнеров вот знаете рядом с вами слабый партнер почувствует себя неким таким знаете джентльменом что ли человеком каким-то вот и он меняется рядом с вами он становится более обходительным более таким воспитанным культурным что ли мы как будто бы хочет вам соответствовать вот в этом ваша женская сила то есть вы не учите вы не занимаетесь нравоучением а вы как-то вот своей энергетикой возвышая партнера вы его обучаете как будто бы доращивается до своего уровня ну вот и выпадает король жезлов у вас безусловно мужская энергия энергия да очень сильная вы мужественный человек вы храбрый человек вы сильный человек позитивный человек больше такой знаете находящиеся в движении человек который занимается духовным развитием читает книги даже если не духовного любое развитие до познания занятия иностранными языками спортом как минимум увлечение движения вы живой человек хочешь сказать на дне шут вы более наполненные энергией и поэтому ваша женственность это как раз таки вот именно прямое такое прямая отсылка к к наполнению мужчины своей именно женской энергии не мужской а женской энергии активы на еда но женской здесь ощущение того что вы как будто бы ваша сила хочется сказать своего рода манипуляция но может быть для кого-то покажется в этой колоде восьмерка кубков вас как будто бы даже не вас а вы обучаете мужчин чтобы они вас ценили знаете каким образом через утрату вы как будто бы можете создать такую атмосферу когда я ухожу либо я на какой-то период замолкаю ухожу в подполье для того чтобы ты ощутил здесь знаете сейчас я бы скажу свою мысль она начну ее самого начала сначала в отношениях вы вкладываетесь очень много мужчину для того чтобы он понял вашу значимость но к сожалению вас очень много потому что энергетика у вас мощная и мужчина к этому не может адаптироваться и он считает в какой-то момент что так и должно быть да вот все уже устаканила она моя и тогда вы поступаете следующим образом вы как будто бы уходите либо из отношений как-то знаете ушел в подполье для того чтобы мужчина ощутил недостаток вашей энергии то есть сначала как будто бы в его привязываете потом вдруг неожиданно вас нету и он такое в недоумении читачу пустота появилась и вот в этот момент он как будто бы понимает вашу ценность и вашу значимость поэтому я сказала что это в какой-то степени может быть манипуляция но опять-таки все в нашей жизни мы все манипуляторы и нами манипулирует и мы манипулируем это так устроена наша жизнь но здесь вы как будто бы даете понятия вы очень такой знаете хочется сказать от хорошее хорошее солнышко наполненной энергию вас очень много знаний у вас очень много вас очень много света силы силы духа есть такая сильная женщина и вам не интересно сильными мужчинами почему потому что с ними тогда вам приходится соперничать с одной стороны а с другой стороны вы этого не хотите а быть мягкой покладистой пушистой при мужчине достаточно сильным это не ваше вас надолго не хватит вы все равно хотите сказать свою точку зрения ну то есть сильным партнером вам будет как будто бы знаете не некомфортно и выбирая себе партнера возможно чуточку слабее опять-таки чуточку и не обязательно что он будет слабее как бы так сказать но во всех сферах нет он может быть прекрасным сильным уверенно мужчины в профессиональной сфере да может иметь подчиненных он может иметь огромный бизнес но при этом дом он будет вот какая-то покладистая кошечка до из дикого льва превратиться в кошечку потому что его укротили укротила женская сила женская энергия так вот здесь вы как раз таки и занимаетесь тем что показываете мужчине свою значимость то есть когда нужно я уйду да а ты пойми мою ценность и если действительно я нужно да тут и придешь ты совершишь действие то есть вы не тот человек который будете говорить что нужно сделать не вы так все продумаете очень интересно да что мужчина сам поймет да и здесь выпадает я рыцарь кубков и придет к вам вы знаете с какими-то чувствами и будет казаться мужчине опять-таки вы даете ему право как будто бы в тут вот ощущение да что ты управляешь что все происходит так как ты хочешь на самом деле за всем этим такой очень тонкий тонкий манипулятор что да ты пришел да ты меня пришел завоевать а на самом деле ну я нет я так все сложилось и ведь все эти пазлы всю эту игру вот верховной жрицы попадает на дне человека знающие да такая ведущая что все случилось так как хотела я но вы про это молчите зачем мы же получили результат не обязательно говорить всем раскрывать все карты еще в ваша женская сила но опять выпадаешь жезла я же говорю восьмерка жезлов ваша сила в чем не знаете в том что вы можете вовремя отстраниться то что я уже сказал то есть вы как будто бы знаете поставили приготовили обед положили все в кастрюлю да там сделали поджарку и неважно ну все подготовили и поставили на медный огонь и говорите своему партнеру что вот ты знаешь даже этот как называется будильник там такие вот есть время поставили там я не знаю на 40 минут на 30 минут надо просто выключить этот газ и вы говорите своему партнеру вот через 30 минут выключишь такой хорошо в день зазвенел то есть мы даже делать ничего не надо засекать не на будильник зазвенел но пошел выключил и ой какой молодец такой обед приготовил вот что-то из такой категории да что то есть вы вкладываете все делаете а условно говоря сливки снимает мужчина и он вам в какой-то степени за это благодарен он знает что вы делаете он понимает но вот это вот ощущение что он стоит на ступеньку выше вам это нравится потому что у вас есть в этом какой-то свой интерес да вы используете включаете какие-то свои навыки да какие-то свои качества какие хитрости какие-то женские вы тоже через это развиваетесь не считайте что здесь происходит какая-то деградация с другой стороны мужчина просто рядом с вами он ощущает себя достаточно сильным вот я говорю сильным а выпадает на самом деле если я не ошибаюсь я все время путаю в этой колоде пажей и рыцарей то здесь по моему этот рыцарь должен быть нет паш паш а он выходит здесь на ваш мужчина под жезлов но в любом случае человек такой знаете активный пускай незрелый да как пажик но включенный по крайней мере в этот процесс знаете есть какая-то вот игра на вообще между женщиной и мужчиной и ему это нравится он вовлечен и вам это нравится то есть каждый получает что-то свое это обоюдная игра вот в этом вот ваша женская сила хорошо смотрим позиции номер два красненький камешек в чем ваша женская сила все теперь я поняла я просто первой позиции не могла понять в колоде привидений кто есть паша кто есть и рыцарь теперь я поняла выпадает здесь дракон мечей классики король мечей ваша женская сила в умении держать дистанцию в умении того чтобы быть когда нужно такой знаете достаточно холодный в умении остывать мужской пыл вот рыцарь жезлов он такой знаете с достаточно нахрапом такой знаете периодичные то есть ну есть какой-то всплеск эмоций да вот он появился и потух появился и потух здесь вот у меня такое ощущение что вы ваша женская сила в том что вы умеете как-то охлаждать мужчину вот когда вы понимаете что атмосфера так и немножечко накалена да и может привести это конфликту так вот вы умеете как-то остудить этот как-то его успокоить не знаю как вы это делается то ли вовремя уходите с поля действия чтобы не было никаких мин которые взрываются и вас накроет а то ли вы наоборот умеете как-то вот успокоить своего партнера чтобы вот он остыл его пыл его эмоции чтобы он успокоился только после этого как-то с ним поговорить и узнать в чем причина с другой стороны король мечей это у нас логика этот человек который может вести за собой как ни странно почему я говорю как ни странно потому что двоечки все-таки предыдущих раскладах у меня были пассивными здесь что-то видимо произошло какое-то изменение почему потому что здесь у меня по динозавру хочу сказать по дракону мечей и такое ну представляете дракон сам по себе сильное существо мифическое а тут еще и мечи да то есть такое разумный рациональный мощный с мощным сильным интеллектом человек который умеет складывать дважды 24 который умеет просчитывать все свои шаги наперед и и вот вашей разумности да есть ваша сила а с другой стороны вы как будто бы знаете что вы помогаете партнеру почему я говорю про партнер не знаю чем ваша женская сила наверное женщина да и противоположность мужчины вы умеете определиться помочь другому человеку давайте так скажем ваша женская сила заключается в том что вы помогаете определиться с выбором вы помогаете другому человеку даже пускай это будет не партнер не мужчина знаете сделать как-то свой выбор то ли вы как-то воодушевляете его то ли вы находите правильные слова чтобы поддержать человека то ли вы умеете сказать нужные слова почему слова потому что король то мечевой правильные слова для того чтобы человек что-то начал делать то ли вы подбрасываете какие-то идеи вы являетесь вот ваша женская сила она дается знаете как наставник но не в контексте того что я тебя сейчас научу а в контексте именно проводника высших сил вот здесь у меня идет что-то такое то есть вы как будто бы передаете информацию но делаете это не жестко как-то вот по-мужски что нужно сделать а вы как-то мягко гибко по-женски даете необходимую информацию человеку у вас потому что есть связь с высшими силами и вы как будто бы видите всю картинку более сферично и можете помочь до человеку вот вы как раз таки своей энергетикой до семерка жезлов помогаете человеку отдохнуть вот рядом с вами я же говорю он как будто бы приходит так расслабляется и вы в момент допустим его расслабление подбрасываете какую-то идею подбрасываете либо умеете сказать такие правильные слова что наполнить человека необходимой ему энергии передать какую-то информацию для того чтобы человек как-то поверил в себя вот здесь наставничество с этим связано как будто бы он увидел истину до неправду которая есть у каждого своя а вот именно объективную какую-то истину в чем еще ваша сила четверка жезлов в этом в этой колоде говорит о том что здесь женщина идет по улице и читает книгу и вот она читает книгу потому что ей это нравится и она не замечает то что вокруг нее то есть она настолько сконцентрирована на том что приносит ей удовольствие в данный момент что она пропускает что-то вокруг себя вот здесь утащение того что вы как будто бы помогаете людям обратить внимание на красоту не вот жизни такой какая она есть данный момент вы как будто вы говорите вот а ты смотри ты не обращаешь внимание на природу ты не обращаешь внимание на на лунные затмения к примеру не знаю почему я сказала не обращаешь внимание на закаты то есть вот обратив это такое чувство что вы все время направляете вектор внимания человека чтобы он смотрел на то что либо не принято смотреть либо ну я знаю он как будто бы пропускает это так как люди сконцентрированы есть на может быть на своей работе может быть нас на своем какой-то привычной бытовой жизни вы как будто бы переключаете их на на то что есть еще в этой жизни но на что человек не обращает внимание в чем еще ваша женская сила вот вы можете зажигать как-то мужчин можете с сексуально до зажигать такое тоже может быть можете как-то знаете завести человека и сказать вот а давай мы поедем я не знаю куда-то в пешие погул прав по походы вот и человек загорелся все и вы как будто бы назначили день а потом сливаетесь не потому что вы этого не хотите а потому что ваш запал энергии закончился ну то есть он не был продумать ну то что вы пойдете в этот поход вот человек потом может дальше один пойти а может даже на вас и обидится типа ну ты же этого хотела сама да тут сливаешься но что-то здесь такое есть вы вот здесь я сказала сюда проект есть какая-то хитрость но знаете у меня здесь ощущение того что эта хитрость как будто бы вот сейчас я так считываю как будто бы она во благо знаете как будто бы вот человек может раниться обо что-то то ли вы можете скрыть какую-то информацию от какого-то человека потому что знаете что вот если ее сказать ну причините какое-то зло здесь как будто бы оберегаете оберегаете но как-то вот через через ложь через хитрость как-то вот обманным путем здесь идет знаете вот я пример приведу например вы можете говорить своему ребенку не не надо тебе допустим пойти на эту вечеринку потому что у вас есть интуиция вы говорите ну такое предчувствие не очень хорошие что что-то плохое произойдет и вот вы вроде бы закрыли его дома наказали он не пошел на вас зло и прямо крики и слезы все такое вот а потом вы узнаете что я не знаю произошло какое-то там землетрясение либо там убийство и а вот из-за того что ваш ребенок не пошел это вышло ему во благо не знаю почему я такие примеры приведу привожу но вот как идет всегда я так и говорю ну просто здесь показывается опять-таки точно для кого-то может быть что действительно какая-то вечеринка была может быть школу ребенок заканчивал и произошло какое-то убийство он не пошел на эту вечеринку и как будто бы всех там забрали в милицию для прояснения и была какая-то вот огромная такая проблема трудности а ваш ребенок а будто бы вышел сухой из воды потому что он просто не пошел как будто бы уберегли понимаете здесь ощущение того что оберегаете как-то вот хитрым путем но но этого блага это не неплохо чем еще ваша женская сила дьявол выпадает ну вот сегодня он мне нравится здесь как будто бы опять таки знаете вы умеете применять силу но вот мне идет ощущение по энергетике как будто бы знаете оберегаете вот применение силы какой-то вот свою харизму вы используете до чтобы защитить здесь во благо идет ощущение того что кому-то может быть и не досказывать что-то кому-то можете не договаривать что-то здесь не то что вы врете нет а здесь вот недосказанность недомолвенность какая-то происходит но это вот всегда во благо знаете ощущение того чтобы человек сел и задумался вот я может быть еще в передаче информации даже здесь выпадал и рафа в передаче информации может быть вы не всегда все говорите вот здесь вот ощущение того что почему-то мне идет гадалка именно гадалка которая предсказывает будущее хиромат почему-то я вижу руку вот как будто может быть кто-то из вас занимается вы иногда какие-то вещи низко не не говорите для того чтобы не запрограммировать человека понимаете то есть ну то есть как будто бы даете ему возможность выбора то есть иногда лучше что-то не сказать чтобы не запрограммировать человека вот здесь идет такой либо что-то не сказать чтобы человек самостоятельно чтобы у него знаете было ощущение того что он как будто бы самостоятельно придет какой-то информации вы его как будто бы направляете но делаете это очень мудро искусно я бы сказала не мудро а искусно то есть вы как будто бы знаете обмолвились каким-то словом как бы его про между прочим и дальше человек стал думать над этим и он пришел к чему-то к тому чему ему нужно было прийти потому что здесь девятка жезлов говорит о том что я нахожусь как-то вот в одиночестве до для того чтобы пересмотреть свой прошлый опыт у мне это нравится то есть это мне во благо рядом с дьяволом выходит как раз таки именно вот такой контекст того что я одоляюсь на то чтобы подумать о чем-то какой-то информации может быть задумываясь может быть вы знаете ваша сила то что вы высвечиваете какой-то обман хитрость других людей и что у вас нельзя обмануть в этом тоже может быть если вы можете прикидываться дурочкой вот на самом деле это не так на самом деле есть у вас вот какая-то интуиция хоть не выполнить какая карта интуитивности но мне у меня такое ощущение что есть какая-то харизматичность выводить людей на чистую воду вот в этом ваше женское качество и кому-то вы высвечиваете умеете высвечивать темные аспекты выпал аркан смерти вы умеете влиять не знаю осознанно вы это делаете или нет на на сознание другого человека на то чтобы произошло как произошли какие-то изменения до помогаете возможно людям что-то завершить кто-то из вас работает акушером акушер гинеколог либо просто акушеркой что здесь с родами какое-то вот отношение к родам идет причем знаете это может быть даже не больница может быть какие-то роды вы принимаете вот естественно путем до в домашних как-то условиях вот как-то так как было издревле а по природе естественные какие-то роды что-то такое здесь не идет либо вы помогаете людям изменить свое какое-то сознание именно своей какой-то харизмой внушением через разговорную речь меня здесь двойки точно поменяли позицию потому что это вообще вам не свойственно спрашиваю что здесь за профессия и выпадает верховные жрицы верхом жрица у меня лично она отыгрывается как медицина люди здесь медики проходит которые помогают как раз таки другим людям кроме того что здесь эзотерические знания проходит а им мистики психологи люди которые владеют сакральной информации которые проводят возможные ритуалы такое тоже может быть хорошо это было не в тему но все же мне просто было интересно это была вторая позиция и мы с вами переходим позиции номер 3 зелененькому камешку в чем ваша женская сила аркан мира вы не поверите две колоды взяла два раза орган мира выпал вот смотрите же не до на 21 думаю может быть еще и ошиблась так нет под 21 арка мир и мир представляете удивительно как аркан мира о чем нам говорит аркан мира в чем ваша женская сила именно в гармонии именно в единение здесь может быть какие-то такие достаточно давайте так скажу если здесь есть практики по этой позиции то практики которые работают непосредственно с астральным планом люди которые ищут единение всех со всеми если вы не практики то вы возможно можете быть очень религиозным человеком до который вот именно ищет может быть мистик человек который ищет знаете вот взаимодействует с миром через бога через творца то в кого вы верите в какие силы вы верите вот здесь могут действительно проходить люди которые молятся люди которые причем за другие да вот здесь вот как будто бы что-то делаете для других людей здесь женская сила умение получать если вы находитесь в гармонии умение получается от природы и от мира знаете вот какую-то защиту да когда ваши непонятным образом ваши потребности покрываются как-то сами за себя то есть нету такого ощущения что мне не хватит поесть а вот всегда либо там я не знаю соседи угостят чем-то либо у кого-то есть огородик есть какой-то урожай то есть вот базовые потребности они всегда будут покрываться всегда будет вот это вот ощущение что обо мне заботятся но ключевое в аркане мира это единство мира это последний аркан из великих говорящий о завершении о единении нашего бессознательного и нашего материального мира то есть это соединение нашего тонкого плана и нашего физического в которой мы находимся здесь полное единение опять-таки с точки зрения развития это когда мы приходим в единение с нашим творцом когда мы приходим в баланс когда мы находимся в гармонии с одной стороны с практической точки зрения например там вы умеете что-то завершать и либо помогать людям ставить точку да может быть здесь разрывать отношения как-то резина как-то кто-то может быть кто у нас адвокаты может быть адвокаты здесь проходит суде в какой-то степени может быть здесь какие-то вот миротворцы проходят а не знаю почему я говорю по профессиям но вот здесь вот это вот женская сила она с этим связано когда мы можем провозглашать какую-то информацию высокодуховную до проводить ее в этот мир когда мы расширяем сознание другого человека до когда мы помогаем человеку пройти какую-то инициацию то есть первый опыт взаимосвязи с тонким планом здесь какое-то вы знаете некое пробуждение жизнь после чего уже не будет так то которая была раньше для это аркан мира это аркан миротворца также то есть вы можете примерять вот вы не конфликтный человек вы человек который знаете вот может соединять двух людей которые поссорились например привести их примирению вы тот человек который помогает опять-таки в чем ваша женская сила до сделать первый шаг вот как ни странно для себя возможно вы не сможете этого сделать здесь такое ощущение что ваши силы не для себя а для других вот вы как будто бы помогаете другим людям сделать первый шаг найти смысл в этом да то что он делает помочь увидеть какие-то возможности расширить сознание давайте еще посмотрю вы умеете если практик умеете работать со всеми стихиями четырьмя вы как будто бы научились либо это ваша задача может быть такая да вместе управлять своими эмоциями своими мыслями ну по крайней мере вы к этому стремитесь своими желаниями какими-то импульсами порывами финансовом аспекте по крайней мере вы стремитесь к взаимодействию всех четырех стихий вот вы знаете уникальный человек объясню почему и смотрела какой-то расклад у алекса нестера я не помню о чем был этот расклад и там был такое удивительное сочетание карт и он еще сказал что вот такое бывает очень редко и я просто запомнил мне мне показалось как такой страны надо будет отследить бывает ли у меня такое вот сейчас выпало точно такое же сочетание карт это аркан мира и аркан шута то есть удивительно оказывается такое тоже выпало я просто вспомнил 21 аркан говорит о завершении а нулевой аркан как раз таки начинает великие арканы то есть здесь как будто бы ваша сила заключается в том чтобы помогать вот человеку да как будто бы переродиться почему-то в эмоциональном плане мне идет да вот именно расширить сознание поверить знаете вот как-то высшие силы вот во что-то такое сверхъестественное что поможет человеку двинуться вперед потому что аркан шорта в эпической колоде говорит о том что вы создаете то чем вы наполнены обращайте внимание на этом здесь вот шут он как будто бы открывается портал и он выходит из этого портала в это в наше пространство да ну то есть к нам идет и аркан мира говорит наоборот о завершении то есть вы как будто бы действительно помогаете кто-то в прямом смысле до поставить точку кому-то переехать хочется сказать если вы были мужчины да я бы сказал что вы занимаетесь грузоперевозками хотя кто знает помогает людям передвигаться из одной стороны например другой то может быть документы делаете оформляете до помогаете кто-то может быть переводчиком работает с одного иностранного языка на другой то есть вы вот ваша сила в том что вы помогаете что-то завершить и что-то начать но у вас не так как во второй позиции да там принимаешь роды все такое нет здесь не про это здесь больше я бы сказала перерождение сознания при рождении сознания расширение этого сознания на как это знаете что-то закончить сбросить себя вот этот груз лишнего и пойти в новое налегке вот вы как будто бы в этом ваша сила да и выпадает королева кубков причем то что я сказала именно в эмоциях именно в эмоциях дайте вы это делаете как-то с любовью вы однозначно влияете как-то на бессознательное человека но вы это делаете энергетически здесь не словами как возможно во второй позиции здесь вы влияете как-то вот на чувственные аспекты сказать давите на жалость но в минусе может быть как-то его кого-то я не знаю но здесь вот на на эмоции и выпадает аркан силы вы как будто бы отражаете людям до показываете вот ваша сила знаете в чем показать человеку его теневые аспекты для того чтобы он их принял и произошло какое-то перерождение в его сознании до чтобы он как-то изменился и делаете вы это не то что вы говорите человеку а вы ему отражаете то чем он наполнен через служение вот вы как-то начинаете служить этому человеку вы как-то ему начинаете помогать и вот в процессе вашей помощи он как будто бы видит свою несостоятельность и чтобы соответствовать вам ваше вот это вот благородной природе он начинает меняться вот здесь как-то так причем а это может быть и словесно то есть поговорив с вами он перенимает какие-то ваши повадки у кого-то здесь есть такая походка то есть влияние до ваша она идет и люди начинают ходить так как вы не знаю почему мне это пока не знаете здесь показывают картинку какого-то моряка не знаю может быть на причем это море корабль показываю да и матроса который идет вот знаете в раскачку почему матросы ходили потому что море качается им нужно вот это вот стабильность ощущения до что вот раз к поэтому и по земле они ходят как-то в раскачку не знаю почему мне это показали но видимо это имеет какое-то отношение да да все поняла вы раскачиваете как-то эмоции других людей а может быть у вас такая походка тоже есть то есть вы раскачиваете эмоции как-то других людей и тем самым вызывает их на эмоции да и через это проявляется какие-то теневые аспекты в людях и вы им помогаете дальше вычистить их ну то есть осознать принять я поняла а еще вот здесь по аркану мира знаете он как нарисован как хрустальный шар да может быть кто-то из вас занимается предсказательной системы будущего и вот здесь вот ваша женская сила она как раз таки связана с этой предсказательной системой тоже может быть да вы можете гадать ваша женская сила знаете по тройке педакли когда вы строите его пусть сказать этот боевая подруга верная боевая подруга когда мужчина строит а вы подаете патроны помогаете что-то строить и выпадает императрица вот ваша женская сила как раз ки вашей энергетики вашей уверенности причем интересный такой факт себе вы можете быть неуверенным человеком но для других вы очень уверены вы можете поддержать вы можете показать как нужно что построить что нужно сделать да какие шаги нужно совершить вы можете направить человека на реализацию каких-то своих идей у человека это может все прекрасно получаться и и финансовый аспекта и кого-то можете замуж даже выдать как слава может быть в кого-то есть такое кто-то каких-то праздниках может быть работает организационных что-то такое организовывает праздники кто-то торты печет хотя здесь не про коллегу педакли но кто-то вкусный прямо такие торты печет обалденные на заказ в чем еще ваша женская энергия и ваша женская сила в ваших знаете как-то хочешь сказать иные идеи с одной стороны с другой стороны ваших амбициях ваших знаете вот как зажигалка зажигаете людей импульс даете на хочется сказать когда человек знаете когда этот человек умирает есть этот прибор до который электричество электрошок даете вот вы как будто бы электрошок для человека хотя у вас есть еще и ваша сексуальность до ваша сексуальная энергия она тоже очень мощная такая до десятка кубков в этой колоде обалденная десятка кубков когда смерть бежит с косой а за ней приведение танцует посмотрите смерть пишет а за ней приведение и они танцуют да все праздники в то что и краски сказала организовывайте каким-то образом праздники ваша женская энергия как раз таки начала в тузе но тузе жезлов как импульс концовка в десятке кубков до в понимании того что все что заканчивается до даже вот так хочу поставить начинается одновременно почему я так поставила потому что в десятке кубков при видимые в видимом благополучии и удовольствие внешним нету внутреннего духовного развития а вот уже злофон как раз кинам и дает вот эту вот импульс порыв на духовность на какое-то развитие может быть в этом и есть ваша сила когда вы переводите с эмоциональности знаете на какую-то вот более духовность на более высокий уровень развитие по крайней мере включаете в людях вот здесь вот именно не зря вы было два аркана мира до высокодуховность какая-то связь с творцом вот вы как-то уводите людей от от праздника у кого там проблемы с левой рукой кто вывихнул кисть или у кого-то вот артриты что за дело почему у меня кого кости ломит прям вот левая рука ли вы поломали либо кости ломит хорошо в общем вот такая вот у меня была и третья позиция мне очень любопытно сегодня будет прочитать ваши комментарии в чем ваша женская сила интересные были такие все три позиции очень интересный расклад получился чисто субъективное мое мнение вы свое скажете в комментариях я его обязательно прочту а я с вами обращаюсь до следующей недели всего вам самого наилучного лучше заговариваю всем пока пока